Нет, название видео не кликбейт, все правдиво, все правильно, я вообще стараюсь не кликбейтить, я... Если в названии что-то написано, значит это есть видео, в той или иной степени, в том или ином виде И да, действительно, я променял ютуб на свою семью, буквально бросил ютуб ради семьи Что я имею ввиду? То есть вы замечали, что в последние полгода, не знаю, ну вот с тех пор, как канал украли, да и до этого Вообще, 2019 год я проводил больше времени, собственно, со своей семьей И вы могли заметить, что и новинки я прохожу не вовремя, и игры как-то выходят на канале, как-то так, бывают перерывы с видео А раньше этого не было, в 2018 практически этого не было, в 2017 этого не было То есть я был очень стабильный, очень много выпускал, сейчас это немного не так, но изменится, ладно, давайте разберемся То есть да, это такой осознанный выбор, и вот обычно, обычно после того, как ютуберы снимают такие видео, что ну да, я больше времени уделяю семье Все дела, обычно после этого ютуберы бросают ютуб Я вот просто вижу это на ютубе, это много кто снимает подобные видео И вначале они рассказывают, что ну типа да, уделяю больше времени семье, а потом они забрасывают канал Вот столько этого видео, нет, это видео не об этом, никто не забрасывает канала Просто все время, вот каждое видео, я снимаю каждый вот этот влог, где я откровенно рассказываю о чем-то Вот эти правдивые влоги, где я, понимаешь, вот душу изливаю, рассказываю вам, потому что ну я хочу поделиться Я вообще хочу сделать трейлер для канала, где я расскажу о чем канал, просто вижу, что опять это тем популярно Как-то вот были популярны трейлеры для каналов, потом это что-то вышло из моды Потом сейчас снова как-то вошло, вижу везде у всех какие-то трейлеры Тоже хочу снять, и он будет не просто рассказывать об играх, которые на канале В нем я расскажу, что это канал, вот мой личный канал, просто игры большая часть моей жизни уже много-много лет И поэтому хочу личный трейлер, в котором будет сказано, что вот любой новый подписчик, новый человек, зашедший на канал Будет понимать, что канал это, ну собственно мой личный блог Мой личный блог, просто он такой вот, ну необычный, учитывая, что игры для меня играют большую роль И мне кажется, это будет больше, ну будет более понятно, что ждать от моего канала, что здесь будет То есть по сути на этом канале выходит все, что связано со мной, на этом канале выходит все, что связано с моей жизнью Давайте разбираться, что произошло, что не так Просто иногда вот у меня есть выбор, например, у меня есть выбор, я могу целыми днями сегодня мы с Лизой пошли гулять И не то, что меня Лиз заставляет, не то, что если я бы не пошел с ней, она бы обиделась, например Нет, я просто так выбрал, что я хочу пойти с ней гулять Я как бы хочу снимать видео, но понимаю, что я не все равно не сниму все видео на свете Я все равно не знаю, всех просмотров на свете я не соберу И я иногда думаю, что лучше сейчас, пока нет каких-то крупных новинок Каких-то очень интересных мне новинок Или просто чего-то там, не знаю, суперинтересного, важного Пока относительно все спокойное на игровом фронте Я подумал, что, ну, я хотел бы сейчас с ней погулять, сейчас потусить Учитывая, что мы редко тусим, две недели, кстати, не тусили Вот две недели мы не тусили Я практически целыми днями занимался видео, стримил, еще что-то делал И вот сейчас мы пошли потусили, понимаешь, вот такой осознанный выбор То есть я так решил, а решил, что так лучше И таких решений я принимал много за 2019 год Просто до этого раньше я мог целыми днями снимать В 2017-м вообще было так, что я вставал в 9 утра Или когда я там вставал, короче, рано И прям с утра начинал снимать видео Снимал их где-то до 10-11, там еще и стримил И Лизу я практически не видел То есть я вообще думал, что мы не виделись Понимаешь, что я там готовил обед отдельно, ее не видел То есть было иное ощущение, что я просто, в принципе, живу один То есть Лизу я видел, часто я ее видел спящей с утра И спящей вечером ее вот видел снова То есть я даже с ней были дни, не общался И насколько это грустно, насколько это плохо И, понимаете, исправил это, исправил Но, конечно, видео стали не так регулярны И я понимаю, что, ну, такими темпами, конечно, каналом нельзя заниматься Нельзя просто уделять каналу несколько часов в день И все, и типа и норм, и пошел дальше Так нельзя Поэтому сейчас вот я потусил, пока возможность есть И буду напрягаться, буду снимать видео, готовить контент Я, в принципе, и сейчас его готовил Просто я готовлю более сложные видео Раньше я снимал что-то более простое Там новеллы, все дела Я хочу помимо новелл снимать что-то более сложное Более сложное требует больше времени То есть если там я мог за день снять три видео по новеллам спокойно Более-менее раньше, то сейчас Если я хочу снять более что-то сложное У меня получается, дай бог, одно видео по новелле И вот еще одно какое-то сложное видео И все И вот это все, это там большая часть меня на это уходит Еще, например, я еду Ну, у нас были вот семейные дела Вот я в черной рубашке, мы на похороны ездили Не буду рассказывать подробности Просто, ну, ездили, вот так случилось И, как понимаете, я мог отказаться Я мог просто сказать, ну, я не поеду Надо видео снимать, все дела Ну, ну, как-то неправильно И я хотел съездить Ну, понимаете, ну, так тоже нельзя Что еще? Что еще? Вот я еду к родителям И хочу потусить там с Гидуоном На выходных тоже Я мог отказаться, я бы мог не ехать Я вот родителей КАП последний раз видел В ноябре, вот в ноябре до дня рождения ездил Насколько я помню Вот сейчас январь То есть два месяца к ним не ездил И, например, я мог бы просто не приезжать И вообще я должен приехать Я КАП приеду Я папе с телефоном должен помочь Потому что мой папа, он вообще У него проблемы с телефонами Он не может освоить ни один телефон И кто-то скажет Евген, ну, купи ему кнопочные И нормально будет У него этих кнопочных было штук 10 Ни один не может освоить То есть там мой брат ему какие-то телефоны показывал Там рассказывал, как пользоваться Он ими пользуется месяц Потом забывает напрочь, как ими пользоваться Я порой стал, он мне дает кнопочный телефон Чтобы я ему смс прочел Я, честно говоря, сам не всегда с первого раза Понимаю, как прочесть смс Но это ладно Это со второго, с третьего я догадываюсь Как удалить смс на его последнем телефоне Как просто удалить смс Я, вот я не смог запомнить То есть я там на ощупь Как-то я догадываюсь Но я даже по телефону на расстоянии Не смогу ему рассказать, как их удалить Потому что некоторые кнопочные телефоны Меня сам в ступор вгоняют Не знаю, возможно, я какой-то тупой Я не знаю Просто некоторые кнопочные телефоны Для стариков меня самого очень путают У них очень запутанное управление Может для стариков нормально Папе не нравится А он не молодой Ему неудобно Значит, видимо, что-то не так Видимо, плохие все-таки телефоны И он хочет, чтобы я снова обучил его Пользоваться смартфоном Который я ему покупал Вот со смартфоном На удивление у него лучше всего получалось Потому что там все наглядно Там, понимаете Там вот написано сообщение Он понимает, что это сообщение Он видит конкретно вот там от Сбербанка сообщение Он может на нее пальцем нажать и открыть То есть ему это понятнее Ему это чем кнопки там нажимать Он не понимает, как там кнопка На вот этой клавиатуре Соотносится с кнопкой на экране Там на экране то, что происходит То есть он не понимает, как это работает Ему проще это пальцами нажимать Ладно, это детали В общем, смысл в чем? Что я мог не ехать Я бы мог отказаться Сказать, что ну надо видео снимать И был бы прав, в принципе Да, надо видео снимать Мог бы с Гидоном не видеться Мог бы вообще просто сидеть дома целыми днями Снимать видео И для канала это был бы вообще идеальный вариант Вот не ходить никуда, не жить А вот просто снимать видео Слушай, звучит как-то очень депрессивно Но вообще это идеальный вариант для канала И раньше я так, кстати, и делал Это не просто я сейчас воображаю Я так и делал Вот когда было 100 тысяч просмотров 50 тысяч просмотров То, что я делал Это неудача Ну отчасти да, мне повезло тогда С другой стороны Я просто мониторил Ютуб Я просто занимался Ютубом Вплотную по, наверное, ну сколько В сутках 24 часа Я просто, ну сейчас посчитаем Сколько я занимался Наверное, что он в 12 дней занимался Ютубом, если не больше даже Спал я там 7-8 часов Давайте посчитаем сейчас 12 Ну да, 12 часов Примерно около там 14 в какие-то дни То есть были дни, когда там Минимально что-то готовил Просто там вышел в магазин Что-то готовую еду купил Съел, пошел И понимаете, было вот так раньше То есть был с Ютубом целый день Там 12 часов Там очень много Но сейчас, как бы сейчас Это не так То есть да, я мог бы никуда не ехать Никуда не ходить И заниматься Ютубом вплотную И было бы прям хорошо И там Ютуба полетел Просто космические высоты бы брали Но я просто понимаю, что ну Во-первых, это для здоровья плохо То есть у меня бы там были и депрессии И вообще в какие-то моменты я думал В чем смысл жизни Когда ты целыми днями чем-то занимаешься Даже любимым делом Все равно ты в какой-то момент Начинаешь задумываться Зачем это все Если я просто целыми днями Делаю видео одно за другим Монтирую Снимаю, снова монтирую Просто вгоняя депрессию Даже вот мне нравится это делать Все равно вгоняя депрессию Я эту тему, кстати, изучал Потому что очень люблю психологию Не просто люблю на уровне Вот мне нравится А я ее прям изучаю досконально Как работает мозг человека И в принципе Что бы ты ни делал Любое действие, которое повторяющееся Которое делаешь много раз Просто тебя будет угнетать Всегда нужно делать перерыв Даже если ты делаешь что-то очень крутое Даже если ты играешь там Не знаю В самую свою любимую игру на свете Там Warface Quest Тебе нужен перерыв Ты не сможешь играть в нее там Целыми днями В какой-то момент Тебе нужно будет сделать паузу Ты сам захочешь сделать паузу Как-то так Так что да Я вот про это хотел рассказать Я натолкнул меня на вот этот весь рассказ Коммент одного из моих старых орлов Это Pussingame Всячина Всячина это совсем старый ник Pussingame Он так сейчас называется У него на авиа такой белый кит Рисованный И вы могли его видеть время от времени На стримах Именно его коммент Натолкнул меня Когда он написал мне Что Под первым видео Когда я говорил Что типа просмотры падают Там вот это все Там был его коммент В котором было сказано Мне лень сейчас его искать Вырезать на экран Ставить Я перескажу Там было сказано Что Вот Евгена Просто ты обленился Рай Вот ты снимал там Death Stranding целый месяц И все дела И все в этом духе Да Так получалось Причин много Но вот это одна из них Что просто такой выбор Что я выбрал Что я больше хочу Проводить времени С семьей Потому что Очень много времени Раньше уделял каналу И слушай Вот это реально Вот это страшные слова Очень страшно говорить Потому что Я видел Я знаю Как бывает дальше Вначале ты говоришь Что хочешь проводить Больше времени с семьей Потом ты забиваешь На канал на год Нет Такого не будет Сто процентов Просто нет Потому что канал Это вот моя жизнь Понимаете Я этим живу много лет И просто Я знаю Люди бывают всякие Но я Вот я очень скучный человек На самом деле Очень скучный Потому что постоянный То есть я, если я ставлю цель, то есть что вот я занимаюсь каналом, у меня не может быть такое, что я проснусь завтра с утра и просто не захочу больше заниматься ютубом. Для меня это невозможно, то есть для меня такие кардинальные перемены в мою мозгу, это вот просто нереально. Это, ну, чтобы такое случилось, я, наверное, должен, не знаю, у меня шизофрения должна начаться. Вот я не знаю, грубо звучит, но только да, я должен просто, ну, ебануться на всю голову, чтобы такое произошло. И то у меня такое было, но никогда не было желания забить на ютуб, что даже когда что-то у меня со мной было не так, всегда я хотел заниматься ютубом. Может мне когда-то хотелось небольшой перерыв, но вот что, прям забить на ютуб, не заниматься им вообще, такого никогда не было. Это я все к чему, потому что часто вижу вот эти комменты под вот этими влогами такими, где я что-то рассказываю, что типа, Евген, пожалуйста, не бросай ютуб. Когда я, блядь, сказал, что я его брошу? Я говорил такой, нет, вот как же горит, как же бесит, не буду я бросать этот ваш ютуб. Ну, не собирался я и не собираюсь. Что еще? А, КА пишут, слушай, не могу вспомнить, еще какая-то вот фигня есть, которую пишут, помимо бросать ютуб. А, вот, не расстраивайся. Или типа, жалко, да, что там типа актива мало. Ребят, не надо жалеть, жалко, вот это инвалидов там без ноги и без руки, их жалко. Когда жалеют здорового человека, который делает, который трудится, который по красоте все. Слушай, это как-то стрёмно, понимаешь, вот когда тебя жалеют, когда тебе ко мне пишут, что, ребят, никогда не жалеете здоровых, нормальных людей. Понимаете, жалеть, жалеть нужно инвалидов, там, людей с проблемами, реальными проблемами, когда там ноги нет, руки нет, глаза нет. Что еще, качек ебанулся, тоже его можно пожалеть. Но, как бы, нормального человека, который делает, у которого, ну, хуже, лучше, ребят, жизнь не бывает идеальной. Идеальная жизнь только в инстаграме, и то эта жизнь рисована, она не настоящая. Так, в настоящей реальной жизни не бывает идеально, и с этим нужно жить, с этим нужно жить. Я с этим живу, я никогда не тешил себя иллюзиями, что вот будет идеальная жизнь. Я всегда понимал, что, понимаешь, жизнь, она шероховатая, жизнь есть черные полосы белые, просто нужно закрывать на что-то глаза. Понимаешь, нужно всегда просто закрывать на что-то глаза и, как бы, понимать, что, ну, не может быть все идеально, и всегда будут какие-то недостатки. Я отношусь к этому спокойно раньше, да, раньше переживал, когда с Ютубом что-то шло не так. Сейчас я скажу, слушай, грубо опять же прозвучит, но сейчас плевать вот стало. Потому что, не потому что на Ютуб плевать, а потому что я просто понимаю, просто опыт, уже опыт есть за многие годы, что, ну, это все вещи временные, что у меня упадки каналов было, потому что меня спрашивают тоже. Вот частый вопрос спрашивают, Евген, а, типа, у тебя уже было так, что просмотры сильно падают? Блядь, миллион раз было. И миллион раз поднимался, и миллион раз писали, все, Евген, канал упал, иди на нормальную работу, удали этот канал, сейчас забей на Ютуб, куда ты резишься, ничего не получается. Сто раз мне это говорили, сто раз я, скажем так, восставал из пепла, сто раз там от тысячи просмотров до сотки поднимался, и так вот, и вниз, и вверх, сто раз это было. И при этом вот эти люди, которые тебе говорят, ну, которые, ой, господи, я как-то все время перехожу на вот это обезличивающее, вот эти тебе мне там, мне, мне они говорили. Говорили, что, не знаю, ничего не получится, забей на Ютуб, а потом, когда у меня все получалось, эти люди просто куда-то пропадали. Ты начинаешь понимать, что просто пишут какие-то токсичные люди, которые, как бы сказать, которые сами неудачники, они пытаются тебя как-то вот в свою вот эту, свой мир неудачников тебя затянуть. Потому что есть такие люди, которые вот, они с тобой хотят общаться, пока ты неудачник. Когда ты уже, когда ты вылезаешь из вот, собственно, из вот этой ложи неудачников, когда ты начинаешь подниматься куда-то выше, они, есть как бы два варианта, что происходит. Либо, первый, они пытаются тебя затянуть обратно, потому что, ну, им некомфортно, что ты лезешь, как бы, понимаешь? Это как крабы в ведре. То есть, если один краб пытается выбраться, остальные его будут вниз тянуть. Это вот крабы в ведре. Типичная ситуация, кстати, не я придумал сравнение, просто смотрел видео на Ютубе, там вот это было. Что неудачники, это как крабы в ведре, они вот друг друга не дают друг другу вылезти из этого ведра. Или вторая категория неудачников, это люди, которые на тебя забивают. Им неинтересно общаться с человеком, который успешный, у которого все хорошо, им хочется пообщаться с другим нытиком, с которым они смогут вместе сидеть и ныть. Как-то так это работает, ни с теми, ни с другими я не общаюсь, потому что, ребят, ну, понимаешь, с кем ты общаешься, с кем ты контактируешь, с таким человеком ты становишься. То есть ты общаешься с быдлом, ты становишься быдлом, ты общаешься с неудачниками, становишься неудачником. Поэтому я общаюсь, на самом деле, практически ни с кем, потому что как-то не с кем. Потому что я общаюсь с вами, со своими орлами, я общаюсь с Лизой, я общаюсь с несколькими друзьями, и все. У меня друзей сейчас очень мало, потому что, не знаю, как-то... Я, кстати, не знаю, почему. Наверное, потому что в универе не учусь, на обычной работе не работаю. Школу я давно закончил. А в основном друзья, которые с тобой как бы по жизни, они чаще всего там берутся, вот на каких-то работах, школах, универах. Нигде из вот этих мест я, ну, давно не был. Поэтому, об этом откуда взяться новым друзьям. В принципе, мне нравится общаться с подписчиками, и иногда, я думаю, что было бы у меня больше друзей, я просто время бы им не смог уделить. Потому что канал требует вот просто до хрена времени. И да, очень много. Так что вот, Орлы, такая история. Я планирую еще много таких влогов, но не только вот откровенно. Я очень хочу рассказать про накрутку, потому что я читал комменты, мне писали, что я накручиваю, хочу про накрутку рассказать. Потому что, ну, заебало, вот сколько можно, заебали постоянно накрутка, накрутка, накрутка. Я такое расскажу, так все покажу, что больше ни один человек в мире просто не захочет сказать, что я там что-то кручу. Что еще? Что еще? Ну, вот я видел видео, я рассказывал вам про, там вот, как YouTube там вот насчет страйков рассказывал. Наверное, больше не буду такое рассказывать, потому что слишком техническое видео. Мне показалось, ну, многим просто неинтересно его смотреть. Судя по просмотрам, по отзывам, что, ну, не всем интересно смотреть на вот эту технику. Поэтому больше ни там, ни каких-то статистик, ни каких-то вещей с YouTube вставлять в видосы не буду, потому что, ну, понимаю, что большинству людей это не нужно. Это как мне, как ютуберу, это интересно. Обычному человеку, который смотрит YouTube, наверное, не сильно. Я, как бы, я понимаю. Так что, Орлы, вот, ладно, я пойду. Наверное, мое мороженое за 20 минут уже растаяло. Я просто достал мороженое. Люблю. Я не люблю есть холодное. Из морозилки достую, жду, пока оно подтает, потом ем. Я думаю, мое достаточно подтаяло. Я пойду есть мороженое и ложиться спать. Потому что сейчас почти 12 ночи. Так что, Орлы, вот, всем пока. Спасибо, что посмотрели. Кто-то смотрел до конца, молодец. Пока.